Хотелось бы, введенный мной в регламентом 10 минут, рассказать вам про клинический опыт использования иммунотерапии на примере нашего клинического онкологического центра. Какие существуют возможности для получения пациента иммунотерапии в городском онкологическом центре? Прежде всего, это обычная клиническая практика. Пациент приходит на прием к доктору амбулаторно-кулицативного отделения, далее полностью обследуется, и полностью обследованный пациент представляется на онкологической комиссии, где онкологическая комиссия может назначить такому пациенту при показании иммунотерапии. Плюсы данного варианта назначения лечения в том, что это делается бесплатно по ОМС и достаточно быстро. То есть после назначения комиссии пациент может госпитализироваться в дальнейшее время и уже начинать лечение. Минусом данного варианта является, к сожалению, понятное ограничение применения лекарственных препаратов, потому что существует достаточно большой поток пациентов, и есть проблемы с обеспечением препаратов. Другое дело клинические исследования. Опять же, все бесплатно для пациента, и пациент полностью обеспечивается препаратом на весь период лечения. Однако существуют в некоторых случаях достаточно жесткие критерии включения и исключения пациента. Пациент должен быть без определенной патологии, сопутствующей патологии, с определенными критериями включениями. Сейчас существуют достаточно разные дизайны клинических исследований для включения больных. Это может быть и комбинация химиотерапии, совместно с иммунотерапией, и использование на иммунотерапии в первое или во второе дни лечения. Следует сказать, что зачастую для включения пациента в клиническое исследование с иммунотерапевтическим препаратом необходимо определение либо уровня педелиэкспрессии, либо в некоторых случаях определение уровня мутационной нагрузки. И следующий вариант получения пациентом варианта иммунотерапии – это применение программы расширенного доступа. В нашем учреждении мы имели опыт применения двух программ расширенного доступа. В 2015 году открылась программа с неволюмабом и в прошлом году программа с неволюмабом. В данном случае, опять же, это бесплатное лечение для пациента. И здесь существуют более широкие критерии включения для больных. Об этом я скажу чуть позже. И минусом является довольно длительный период оформления документации. Хотел бы подробнее остановиться на программе расширенного доступа, которая у нас проходила. Пациенты включались в 3-й, в 4-й стадии заболевания. Пациенты могли получать одну и более линию терапии. Включались пациенты с ЭКОК от 0 до 2. Включались пациенты с возможным поражением головного мозга, а также с активирующими мутациями. Порядок включения пациента по программу расширенного доступа состоял в том, что начиналось все с подписания информированного согласия. Далее проводился консилиум, который постановлял, что такому пациенту показано проведение иммунотерапевтического лечения. Осуществлялась подача документов в компанию спонсора. После этого подача документов в министерство, одобрение и ввоз препарата на конкретного больного. Следует сказать, что в среднем от момента подписания согласия до первого введения препарата проходило 20 дней. Нам удалось включить в данный расширенный доступ 35 пациентов. 62% из них были мужчины, 38% женщины. Возраст в среднем 61,9 лет. И 17% пациентов включались с ЭКОГом-2. Следует сказать, что эта группа пациентов не могла бы подойти в клиническое исследование, потому что зачастую в клинические исследования допускаются 0,1 ЭКОГ статус. И наши пациенты получили в среднем 10 введений неволюмама от 1 до максимально 45. По гистологическому типу большинство пациентов было с неплоскоклеточным раком легкого и 48% с плоскоклеточным заболеванием. В плане линии, во второй линии пациенты получали 52% больных получали иммунотерапию неволюмама во второй линии лечения. И больше 50% пациентов получали лечение во второй и четвертых линиях лечения. В плане эффективности мы видим, что у 11,5% пациентов было достигнуто статистичный ответ, у стабилизации заболеваний у 42% больных и 45% к сожалению прогрессировали на фоне лечения. Все наши пациенты вошли в крупное исследование, российское проспективное исследование по эффективности и безопасности препарата ЛЮМЭП, а также оценке качества жизни. В этом исследовании принималось 7 медицинских учреждений совместно с Межнациональным Центром по изучению качества жизни. И всего было включено 176 больных, медиана возраста составила 61 год, медиана наблюдения 7,8 месяцев, контроль над заболеванием был у 59% пациентов. Медиана общей выживаемости составила 10,2 месяца, медиана беспрогрессивной выживаемости 4,2 месяца, что может быть обусловлено тем, что 19% пациентов включались с ЭКОГом-2 и около 20% пациентов было с метастатическим поражением головного мозга. А также больше 50% пациентов получали более двух линий лекарственного лечения на момент включения в программу расширенного доступа. Среди нежелательных явлений всего присутствовало у 34% больных и 3-4 степени у 8%. Среди нежелательных явлений основными были слабость, одышка, повышение уровня печеночных ферментов. Что касаемо качества жизни, то более чем у половины пациентов через 12 недель терапии наблюдалась стабилизация и улучшение показателей качества жизни. Таким образом, преимущество программы расширенного доступа в том, что для пациента это возможность получить современное бесплатное лечение до регистрации препарата на территории страны. Для врача это же уникальная возможность получить представление и опыт использования нового лекарственного препарата без жестких рамок клинических исследований на достаточно широкие выборки пациентов. Далее хотел бы перейти к нескольким клиническим случаям, которые случились в обычной рутинной клинической практике. Первый клинический случай. Пациент 70 лет с достаточно выраженной сердечно-сосудистой патологией, сердечной недостаточностью 2-го функционального класса, гипертонической болезнью. У данного пациента был определенный уровень экспрессии ПИДЛ-1, он составил 90%. И в качестве первой линии этому пациенту было рекомендовано проведение иммунотерапии пембролизумабом. Пациент начал получать лечение в феврале месяце. И уже к первой оценке эффективности, которая была через 2 месяца лечения, мы видим положительную динамику в виде уменьшения обхолиоклонгомерата. Далее же пациент продолжил иммунотерапевтическое лечение, и после 6 введений мы видим частичный регресс в виде уменьшения размеров образования в динамике, клиническая положительная динамика в виде уменьшения кашля, одышки и фактически отсутствия побочных эффектов. Следует сказать, что если бы не было возможности назначить иммунотерапевтическое лечение данному больному, то вопрос, смогли бы мы назначить ему химиотерапевтическое лечение с учетом его сопутствующей патологии. Следующий больной. Здесь речь идет уже о предлеченном пациенте. Изначально у пациента в 2015 году было выполнено оперативное лечение по поводу опухоли верхней доли правого легкого, ранняя стадия, плоскоглечное заболевание, спустя 2 года прогрессирование в виде появления очаговых образований в легких. И в качестве первой линии пациенту было проведено 4 цикла пиметриксет-карбоплатин. С достаточно неплохим эффектом. Пациент наблюдался фактически в течение 8 месяцев, далее опять спрогрессировал, произошел рост очаговых образований в легких. Пациенту было рекомендовано возвращение к одному из препаратов пиметрикседу, на котором тоже удалось получить эффект. Однако спустя время прогрессирования и в октябре месяце пациенту было назначено терапией неволюбовым. Соответственно, здесь представлены снимки от начала лечения в октябре месяце до марта месяца. Отчетливая положительная динамика в виде уменьшения очагов. Следующий клинический случай. Хотелось бы сказать, что не всегда, к сожалению, даже в случае прогнозируемой высокой эффективности лечения нам удается получить выдающиеся результаты. В данном случае речь идет о пациенте, у кого также была экспрессия 5,1-9%, и пациенту в самом начале было рекомендовано проведение химио-иммунотерапии. В данном случае пациент получил два цикла химиотерапии покритоксилкарбоплатин совместно с пембролизумабом и буквально на фоне двух циклов прогрессирования в виде появления множественных новых очагов. В легких и в печени. Мы были и также в головном мозге. Пациенту было проведено тотальное облучение головного мозга, переход на вторую, далее третью и четвертую линию лечения, но, к сожалению, менее чем через полгода от верифицированного заболевания пациент погиб. Последний клинический случай. Также хотелось бы сказать, что, говоря о иммунотерапии, чаще всего мы говорим о том, что это лечение обладает достаточно приемлемым спектром токсичности, но, опять же, случаются случаи, когда не всегда удается справиться с токсичностью. В данном случае речь идет о пульмоните. Пациент также с экспиросипией 5,1-90%, предлеченный больной. Изначально хирургическое лечение в 2017 году, 6 циклов одевантного лечения, прогрессирование первой линии в виде химиотерапии. И дальше одно введение неволюмава, которое он получил в феврале месяце. И после одного введения вот такая клиническая картина. Видя нарастание пульмонита, с которым пытались справиться применением больших доз глюкокортикоидов, но, к сожалению, в связи с нарастанием дыхательной недостаточности пациент погиб после одного введения. Вот и здесь я хотел бы закончить клиническую часть и перейти к интерактивному голосованию. Для интерактивного голосования мы можем воспользоваться нашими смартфонами на базе iOS или Android и зайти на сайт. Сейчас должна быть ссылка. И, соответственно, первый вопрос. Уважаемая аудитория, как часто вы используете иммунотерапию у своих больных? Использую при каждом возможном случае. Часто использую для отдельных категорий больных с высокой ожидаемой эффективностью лечения. имею ограниченный опыт применения или что такое иммунотерапия? Получается, что наибольшее число проголосовавших имеют ограниченный опыт применения. Анит Голосова нечего продолжать. Может быть, я попрошу уважаемых председателей прокомментировать? Есть, во-первых, люди с чувством юмора, да, что приятно. Ну вот, да. На самом деле, каждый четвёртый в зале в состоянии назначать иммунотерапию при каждом возможном случае, в принципе, это совершенно замечательно. И даже если объединить при каждом возможном случае и часто, то всё равно больше 30%, больше чем половины в зале, есть возможность, по крайней мере, назначать иммунотерапию, что, на мой взгляд, это уже неплохо. Иннок, как Вы думаете? Во всяком случае, как говорится, в зале остались смелые, как сказал Константин Константинович. Поэтому все пытаются, так сказать, применить новые методы лечения, какие возможны. Дальше будем голосовать, да? Да. Давайте. Следующий вопрос. Какие возможности получения пациентам иммунотерапии в Вашем учреждении? Бесплатно в рамках ОМС, участие в клиническом исследовании, платные услуги или никаких возможностей? Имеется в виду, конечно, преобладающий вариант назначения. Ну, здесь картина у нас, в общем-то, стандартная. Действительно, в клинических исследованиях возможностей больше. Но я надеюсь, что в ближайшее время, в связи с, так сказать, увеличением финансирования в рамках ОМС, у нас количество применений иммунотерапии увеличится. Так, Алексей Владимирович? Да, абсолютно. Мне хотелось бы порадовать за пациента, за врачей, у которых есть замечательные пациенты, которые могут за себя заплатить. У них у всех такие есть, да? А мне понравилось, что нет никаких возможностей, никто не ответил. Значит, возможности изыскиваются. Это здорово. Перейдем к следующему вопросу. В какой линии лекарственной терапии Вы чаще всего назначаете иммунотерапию? В первой линии в монотерапии, в первой линии в комбинации с химиотерапией, во второй линии или в третьей и последующих линиях лечения? Спасибо. Спасибо. Получается, что во вторую линию Больше всего зарегистрированных показателей Но и радует то, что в первой линии 21% Это припедель больше 50% назначаемой иммунотерапии Поэтому большой процент больных педель положительный И последний вопрос Какие перспективы, на ваш взгляд, развития иммунотерапии в Российской Федерации в будущем? Если иммунотерапии полностью вынести в химиотерапию Будет активно применяться совместно с химиотерапией в разных линиях лечения Будет применяться только у единичных больных с доказанной ожидаемой эффективностью лечения Или же все-таки химиотерапия – это золотой стандарт на все времена? 7% оптимистов Это я Да, просто если бы там были полностью уместиться, я бы еще раз таракальный хирургов Ну, там вот на самом деле, по крайней мере, если мы говорим о первой, второй, третьей стадии А это уже будет около 60% больных То химиотерапия, неодевантная иммунотерапия с полными ответами То действительно может сложиться ситуация, когда роль таракальных хирургов будет существенно снижаться За исключением случаев, если у нас все-таки в Российской Федерации будет начаться программа нормального скрининга с гонозом и КТ Когда мы будем выявлять пациентов с ранними стадиями, с первыми стадиями заболевания Вот там действительно встанет необходимость уже появления таких прецизионных хирургов, которые работают очень эффективно с использованием малоинвазивных технологий Ну, иммунотерапия расширяет возможности хирургов в четвертой стадии Так что у них работа, так сказать, будет, они просто поменяются местами с химиотерапевтами То есть хирурги будем заниматься в четвертой стадии, а химиотерапевт У меня, знаете, какая идея возникла, что, может быть, наступят такие времена, что мы будем относиться к раку легкого, как к герминогенным опухолям Сначала будет лечение системное, а потом будем удалять все остаточные опухолевые очаги И там по ответу уже будем решать, что дальше делать с пациентом Вдруг такое наступит? Наступит Да, во всяком случае, вот то, что вот сегодня коснулись этого вопроса, что действительно чаще нужно делать больным биопсию Может быть, мы зря их перелечиваем, а может быть, некоторых недолечиваем Нужно вовремя остановиться и что-то делать другое Да Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!